А подкасты просто как-то, ну мы с Дашей Черкудиновой просто, это какой был семнадцатый год, мы просто тоже без особого, у нас не было, естественно, никакого плана, ни бизнес-плана, конечно же, ни вообще какого-то плана, мы просто сидели с ней в баре, а мы с ней тоже познакомились еще в Виладже, тоже вместе работали какое-то одно время, и мы с ней просто что-то сидели и подумали. Ну как бы у нас была какая-то интенция делать некий медийный проект, потому что мы очень хотели друг с другом работать, и мы как-то скучали друг по другу профессионально, вот, и просто в какой-то момент мы решили, ну дай попробуем сделать подкаст, ну давай, как бы сделали, и потом просто это все закрутилось-закрутилось, и потом в какой-то момент... И в какой-то момент мы стали обсуждать с моей подругой Настей Курганской, с которой мы вместе работали в Виладже когда-то, и она сказала, ну давай делать подкаст, и я говорю, ну да, хорошая идея, давай делать подкаст. Это было года полтора назад, еще полгода мы ведь что-то ничего не делали, только обсуждали, не могли выбрать название, не могли выбрать концепцию, не могли понять, про что мы будем рассказывать. Ну, то есть я не могу сказать, что как бы, знаешь, вот я попробовала делать подкасты, и сразу же угорело, нет, это не так произошло, ну как бы понятно, что какое-то время прошло, мы поделали где-то годик, нам начали писать какие-то слушатели, мы начали какой-то фидбэк получать, и этот фидбэк, естественно, дает тебе довольно много энергии, вот, вот этой какой-то хорошей, и ты, ну то есть это все впитываешь, и постепенно начинаешь как бы реально загораться, и тебе хочется там делать лучше, 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 вот. Вот, и я, кстати, когда начинала, только когда мы только запустили норм, я вообще не то, чтобы очень много слушала подкастов, то есть это скорее был такой эксперимент, а потом, когда начала уже им заниматься, я начала еще много слушать, и уже начала очень-очень сильно интересоваться подкастами. Еще у меня навязчивая идея сидела, что вот мы должны делать такой подкаст, чтобы в нем размещать рекламу и монетизировать его, поэтому мы должны четко понимать, кто наша аудитория, кто наш рекламодатель. Ну, вы пошли по серьезной, без носовой части. Конечно, я же деловой журналист. Ну, короче, ничего это не получилось, мы просто положили диктофон в какой-то момент перед собой на стол и стали туда что-то говорить в него, и так это, так это, в общем-то, и заработало. И уже в процессе вырисовалось там и название, и концепция, мы переехали в студию, и все это стало более-менее на каком-то таком профессиональном уровне.